Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня 23 ноября 2021 года. На зрителей можем не отвлекаться, давайте мы с вами будем общаться. Запись эта техническая, что могут быть интересные моменты, которые передать зрителям и показать, каким образом происходит знакомство. Мы с вами не были знакомы. Вот как происходит знакомство. А, ну то есть без всякой подготовки, без макияжа, без всего. Хорошо, конечно. Открытые люди, они всегда готовы. Да. Что вы расскажете, я расскажу, как мы начнем. Или Максим сделает, как организатор встречи, вводную. Давайте, да, я вводную сделаю, небольшую. Ну, во-первых, хочу представить мастер, да, мастер развития совершенства человека на более высокий уровень, Светлана Владимировна Новая, автор 12 книг. Почему еще 10 пока? Еще только выпуски. Да, ну очень интересные книги. Светлана Дермановна, я думаю, в процессе вы расскажете, да, про эти книги, Если, ну, будет это актуально, вот, основатели авангарда высокоразвитых людей. Вот. И, естественно, очень, очень созвучно вот именно с проектом 500 женщин, Потому что также основатель клуба, ну, женского клуба, да. А, высокоразвитых. Да, клуб высокоразвитых женщин. Вот. Общие точки соприкосновения есть. И, я думаю, можно начать, в принципе, диалог с непростого времени, который сейчас у нас есть. Все мы прекрасно понимаем, видим, да, то, что время очень непростое. И все реагируют по-разному на происходящее событие. Кто-то спокойно, ровно, а кто-то, на самом деле, впадает в уныние и уже начинает бить себя там в грудь и идти вперед, чтобы, ну, там, как-то пытаться навести порядки. Ну, не все так просто. То есть, вот, ну, в этом ключе идет не все так просто. То есть, здесь надо очень аккуратно подходить ко всему. Вот. Я... Ну, да, эту тему я могу как бы раскрыть. Очень много интересует людей. Все-таки, как сегодня надо перейти? И куда? И зачем? Так. Задавайте вопросы. Куда перейти? Ну, мы занимаемся переходом, да, то есть, перехода человека от прежнего на новый. вид осознанности. А прежнее-то какой? А прежнее-то было смешанное. И минусы, и плюсы. Ну, вы о егории говорите, и каждый пытается, ну... Сознание хрупкое. По мере своего уровня. Давайте так. Сознание хрупкое, духовность низкая. Что такое духовность низкая? Это не познание чьих-то знаний, да? Это познание самого себя. От этого идет выработка низкой энергии. Потому что, когда человек транслирует минус и плюс, у него не может быть чистой энергии. Она смешанная. Из-за этого все то, что происходит в его жизни, это очевидный факт, его духовное несовершенство. Поэтому, кстати, время перехода с Земли, с Солнечной системы, это мирозданческие проекты, это не наши проекты, да? Но наша задача подготовить себя и людей к процессам, скажем, кто куда. Одни могут оставаться в прежнем, это их выбор людей, абсолютно уважаемый, потому что все уникальны, 7,5 миллиардов, даже меньше или больше. Это средняя цифра. Вот. У каждого человека, и у него есть свободная воля и выбор. Но те люди, которые знают, какие возможности сегодня открываются перед человеком. У нас, кстати, в книгах мы пишем человек только с большой буквы. Мы не пишем его с маленькой. Потому что интернет пишут с большой, а человек с маленькой. Даже робот меняет это. Понимаете, да? То есть он интернет делает с большой, а человек с маленькой. Вот такое божественное создание, как человек, для нас очень... Причем тот готовый человек. Вопрос? Конечно. Вы говорите переход. Как вы мыслите, этот переход произойдет при вашей жизни, при жизни ваших детей, ваших внуков? Помощь зависит от человека, от его потенциала. А от чего это зависит? От его решения. Идти к просветленности. Я посмотрел ваш канал, посмотрел динамику развития, количество просмотров, поэтому задаю этот вопрос. А, количество просмотров, это не говорит о том, что мы ничего не делаем. У вас есть другие показатели, позволяющие судить о социальных процессах? Конечно. Какие? Наблюдения, например. Ну хорошо, обоснования какие? В плане, я не понимаю. Ну, говорите, переход произойдет от людей. А от чего это зависит? Ну, давайте возьмем тех людей, которые развиваются, я 12 лет занимаюсь этим развитием, да, то есть и динамика людей абсолютно разная. Это зависит полностью только от решения человека и его готовности к таким глобальным изменениям. Понимаете? Глобальные изменения. Переход изнутри начинается просто. Да. Ваши ролики, значит, дорогие зрители, сюжеты Светланы Владимировны вы можете посмотреть подробно на всех ресурсах, которые существуют. Мы с вами время посвятили бы максимальной концентрации, не пытаясь понравиться друг другу, попытаемся пойти по пути максимального подведения некого диагноза, то есть есть некое состояние. Приходят врачи, проводят консилиум, они должны поставить диагноз и, соответственно, выработать какой-то план действия. То, что вы произносите, я слышу устойчивые выражения в среде личностного роста. Человек должен измениться, человек должен расти, вибрации должны расти, мы должны куда-то перейти. Это все понятно. Но вопрос только в том, что по одному из мнений ученых, что вот этот переход должен состояться по всей планете, для всех, одновременно, одномоментно. Это ошибка большая. Это ошибка, я, кстати, сейчас защищаю кандидатскую по философии. Значит, смотрите, это ошибка, каждый человек может иметь свое мнение. Попробую чуть развить, о чем идет речь, что помимо морально-нравственного роста, мы находимся в неких технологических процессах. Насколько вы не были бы высокоразвитой личностью, тем не менее мы встречаемся в помещении. Что такое помещение? Это некий контур, в котором создана тепловая комфортная среда. В подтверждение этого я вижу тут батареи. Я смотрю, что помещение вы отапливаете не своими сверхспособностями, а мы используем энергию газа, угля, нефти, атомной энергии, для того, чтобы вскипятить воду, нагреть цикл и доставить сюда горячую воду, чтобы оснастить. То есть мы упираемся в некие технологии. И теперь представьте, что есть отдельно взятая страна. Отдельно взятая страна внедрила там и автономную энергетику, и летающие тарелки, и вот рай на земле. А вокруг этой страны нищета, бедность, страдания. Ну можно сказать, что те страны, нации, государства проходят эволюционный опыт, и они должны, конечно же, это пройти. Но насколько гармоничны люди внутри этой страны будут себя чувствовать. Отсюда и возник тезис, что технологии в нашем обществе сегодня используются только, в первую очередь, для убийства друг друга, для уничтожения друг друга. Технологии, в том числе и отопительный контур, финансируются военно-промышленным комплексом. И идеи этого военно-промышленного комплекса отнюдь не гуманистические. Соответственно, отсюда и у ученых родился тезис, что технологии могут быть внедрены в нашу жизнь, только когда по всей планете произойдет одномоментный рост морально-нравственных качеств человека. И вот отсюда встает вопрос, а как создать предпосылки для того, чтобы это произошло по планете желательно одномоментно для всех? Ну, слушаю вас, у вас есть тезисы, я с удовольствием послушал бы, чтобы дальше продолжить. Я понимаю. Но дело в том, что я сейчас хочу сказать о балансе, который планета как бы просит, просит, мысленно такая аллегория, чтобы был соблюден баланс. Дело в том, что все, что вы назвали энергетика, отапливается не от светспособности. Ну да, на этой стадии развития, в котором находятся сейчас люди, очень многие, они даже не могут представить, что на самом деле тепло можно включать или холод нужно включать внутри. Это, конечно, сверхвозможности. Послушайте. Но я сейчас отвечу. Все это, все, что нас окружает, это создано человеком и для человека. Ну, не будем брать технократические разработки, да, потому что время перехода – это убыстрение. Естественно, компьютеры пришли именно для того, для помощи. Но, смотрите, здесь дилемма-то какая. Как человек внутренне развит, да, в отношении с самим собой и миром, такая у него будет реальность. Это сейчас дано с 2012 года во время перехода. Перехода куда? Если брать человека в отдельности, человек переходит от прежнего на новый вид осознанности, чувствования и тому так, мировоззрения и тому подобное. Это люди, которые вырабатывают энергию мира. Кстати, они очень важны сейчас. Знаете почему? Чтобы соблюсти баланс. Все то, что происходит сейчас в мире, это только благодаря этому времени. То есть у людей есть возможность, у готовых людей, это не общая масса людей, у готовых только людей, есть возможность оставить прежнее и перейти на новые реальности, которые они формируют сами. Поэтому все, что создано для человека, для его блага, даже животные. А у нас сегодня даже животные, человек животному служит, но не наоборот. Это так я возьму. В сегодняшнем дне, смотрите, в сегодняшнем дне нас поставили в условии, когда вас высадят из общественного транспорта в Казани. Вон у вас Казань, там стоит отмеченная. Что высадят в общественном транспорте. И в новостях уже прошли. За вчерашний день более 500 человек высадили из общественного транспорта. Потому что у них нет QR-кодов. И что вы предлагаете людям отвечать, где подходит контролер, полицейский, и говорит, ваш QR-код. Ты говоришь, а я свободно развитый, высоконравственный человек. Он уже не попадет в эту реальности. Послушайте. То есть такие люди не попадут в автобус просто? Нет, они будут по-другому. Это отдельная передача, если вам вас заинтересует оно. Каков механизм... Давайте, давайте, говорите. Просто у вас масса сюжетов на канале, и не хотелось бы их повторять. Каждый раз хотелось бы создавать новизну. Потому что то, что у вас сказано в сюжетах, это люди могут посмотреть. Есть определенные условия на планете. Мы с ними с этим сталкиваемся в городах, в конкретной стране и так далее. Каков механизм чего-либо изменить? Вы заметили, что QR-коды не по всему миру? Вы заметили это, нет? Значит, энергия мира, послушайте, энергия войны. Я слушаю. Да, это вырабатывает человек. Так вот, у меня в книге есть в России, что нас ждет. Там и есть жизненный путь человека и страны, как они взаимосвязаны. Так вот, человек, который вырабатывает энергии мира, а не энергии сопротивления, он находится на других реальностях и возможностях. Послушайте, сейчас внимательно только. Человек, который сопротивляется, послушайте, сопротивляется, не согласен с какими-то системами или еще что-то, еще что-то, он находится в своих прежних низких мирах. Для него мир будет именно состоять из того, из QR-кодов, из этого. Вот смотрите, было два коронавируса, да, две волны. И я... Больше? Даже больше. Нет, такие две официальные волны были две. Вот. И естественно, это касалось всех, да, абсолютно коснули. Просто не совсем корректно. В Китае своя волна, в России своя волна, в Америке своя волна, а мы все это в одну кучу и типа две волны. Нет, мы сейчас в России. А, вы про Россию говорите. Да, энергия мира, энергия мира, когда вырабатывает человек, по всем законам мироздания, внутреннего даже мира, вы никогда не попадете, почему? Потому что вы никогда не попадете ни под законы, нет. Вы к этим законам начинаете по-другому относиться. То есть у вас вырабатываются высокие энергии только потому, что вы принимаете эти законы. Вы с ними не боретесь. Это, кстати, подсказка. Вы же хотите изменения мира. Это очень огромная подсказка, как его поменять, не нарушая. Смотрите, если бы, есть высшее устройство, вы же знаете, да, то есть это, кто-то говорит, это Бог, кто-то говорит, это Создатель, у кого-то это Аллах, неважно. Но каждый человек практически чувствует, что есть что-то помимо него, согласны? Помимо него здесь. Так вот, если это разрешается на Земле, эта система, вот эти люди, значит, это кому-то надо? В Великой Отечественной войне 60 миллионов утилизировали, тоже кому-то надо? Давайте, все-таки, я философ, понимаете, и внутри, и снаружи. Вот, и поэтому я сейчас вас пытаюсь сказать, изменение человека, кстати, на более высокие возможности требуется пять лет подготовки. И только того человека, который не сопротивляется. Люди сегодня сопротивляются. Если вы останетесь один тет на тет, вы подумайте о том, почему энергия борьбы, превышающая смертельный уровень, так военные действия начинаются, знаете как? Да я не за борьбу, я все время повторяю тезис Марии Терезы, извините, что перебиваю, это будет очень полезно. Когда позвали, мать Тереза говорила, что когда меня позовут на митинг против войны, я не пойду, а когда позовут меня на митинг или там шествие за мир, я пойду. Вот как раз ответ против или не против. Дело в том, что есть энергетический баланс даже самой планеты и всего человечества, энергоинформационное поле. Так вот, и если человек вырабатывает непринятие любого рода, он уже попадает в низкую реальность. Я понимаю, что это новое, мы для этого и вышли к людям, на новые резервы. Так вот, реальность меняет и создает только сам себе человек. Возьмите, выключи. Только сам себе человек, я вот и хочу донести. Дело в том, что как вы относитесь к себе, так вы относитесь к миру. Так и мир работает на вас. Вот почему эффект обратной связи, да, это огромное обучение самого себя. Да, знаете как, выйти все-таки на миротворчество, на энергию мира, чтобы человек жил на этих колебаниях. Вот поэтому для него будет уже реальность не прежняя, а новая. А там все по-другому, понимаешь. Вот мы живем рядом друг с другом. Почему люди не верят, у них там ум руководит, он же привык, ум высчит и просчет. И вот когда человек, как он меняется, как ты думаешь? Он меняется за счет внутреннего спокойствия. Это самое главное. И вот эта внутренняя тишина. И что бы он ни делал в мире, как бы он ни работал, он находится в этих сбалансированных состояниях. Как гармония, знаете, работает. Так вот, любое непринятие ситуации, а сегодня время очень скоростное. Знаете как, как минус работает, так и плюс. Любое непринятие ситуации, человек выстраивает в себе баррикады препятствий от своего несовершенства. Вот о чем. Здесь, знаете как, какой народ такой правитель. Это история издана. Так вот, я хочу вас обрадовать, поскольку я вижу, вы радеете все-таки за радикальные какие-то меры. Радикальные меры находятся во внутренних сознаниях и во внутренних мирах людей. Поэтому, вот эту фразу я сказала, да, еще раз повторю, что люди с трудом берут это развитие, да, с трудом. Только потому, что они понимают, что именно во внутреннем мире, в отношении с самим собой, есть реальность, в которой они находятся. Понимаете, это целая наука, новая наука. Вот. И я подсчитала, например, я всегда просчеты делала. Вот. Когда энергии войны у человека превышают смертельный уровень, и когда их много, начинаются военные действия. А скажите, кого сейчас спасут военные действия? Хоть один, пусть ответит на этот вопрос. Наших детей спасут, нас самих спасут. Потому что очень много людей призывают, знаете как, к войне. Но в планете, смотрите, разные игроки, разные люди. Вы сейчас вещаете из состояния себя. Нет. Я вещаю, у меня достаточно последователей, которые берут это направление. Сейчас я общаюсь с вами личностью. Или сейчас передо мной сборная солянка из тысячи людей. Хорошо. Давайте я отвечу за себя. Хорошо. Согласна. Когда вы говорите, что кому война может быть полезна, вы высказываете свою точку зрения. Конечно. А я абсолютно знаю людей, кому война очень полезна. Да, я тоже и знаю. Если у вас не будет и меня, и еще нескольких миллиардов, планета только очистится с их точки зрения. И это будет благо. Я такую подсказку сейчас сказала. Если внутри человек миротворец, послушайте, у него высокие возможности вот с тем невидимым миром, миротворец, если он начнет, послушайте, а там же тонко все. Там же эго, например, и вот освобождение от эго, почти пять лет идет, я же вам говорю, освобождение от противостояния любого рода, именно время перехода дало возможность менять свои реальности. Это новое, понимаете? Вот как у нас новые технологии дают технократические миры, это эволюционный шанс прорыва человечества. Только в этих состояниях они могут что-то для себя поменять. Подождите, сначала для себя и для мира в целом. Вот у нас есть такая, сейчас минуточку, я дозакончу уже. У нас есть такая сверхспособность, которая работает мгновенно сейчас. Это сверхспособность благодарности. И кому вы думаете? Не кому-то, а самому себе как-то устроен. Дело в том, что человек не испытывает эти чувства к себе, он не может, у него очень много разной отрицательной информации. И энергии внутри. Он ее вырабатывает, и на этом он живет. Почему идет переход от прежнего на новое? И почему человек с таким трудом идет ран. Но я хочу вам сказать, что те события, которые сейчас происходили, представьте, парадокс. Дали рост эволюции на 20%. То, что не было с 12-го года по 20-й. Такой огромный толчок. А знаете почему? Потому что люди, когда столкнулись с коронавирусом, они были неподготовлены. Они были внутренне неподготовлены. Их начал охватывать паника и страх. Подождите, стойте. Дело в том, что коронавирус – это информационная болезнь. И она не совсем создана тоже человеком. Он просто человек, как бы проуправляли, давайте так. И она спустилась сюда. И что вы думаете, я заметила за это время? Как только у человека сопротивление внутреннее огромное к чему-либо, или как только он испытывает страх, этот вирус прямо у него. То есть он сначала охватывает сознание. Когда люди… Как объяснить тогда тот факт? В Китае показывали репортаж. Вот рядом лежат люди. Одного выписывают, а один умирает. Если это вирус, значит он должен заразить второго. Не факт. Ну, подождите. Ну, почему подождать? Ну, не факт. У другого человека высокий иммунитет. А вы говорите, подождать. Как я могу это слушать и зрительно… А вирус? Из вежливости я молчу и слушаю, чтобы зрители могли полностью вас выслушать. Но в каких-то моментах я вынужден включаться и не поддакивать. Ну, типа на автомате. Нет, хорошо. Вирус, само собой слово, расшифровка его везет, это как заражение. Это одна сторона. Заражение в том случае, когда открыты ворота у человека. Они могут быть открыты информационно, психологически, слабым иммунитетом. Два человека лежат, это два разных субстанции. У одного открыты ворота для вируса, у другого закрыты. Поэтому это… А что сподвигает, по вашему мнению, открытые ворота и закрытые? Иммунитет же, он просто так не работает на таблетках. Психосоматику. Так. Дальше ныряю в психосоматику. Так, уже ближе. А дальше и к психосоматике. Что? Дух. Дух. Ого, это уже совсем близко. Так вот, если у человека чистый дух, все правильно вы говорите. Спасибо большое за поддержку. Я думаю. То у человека будет не только иммунитет крепкий, а у него и реальность другая. Ему не суждено по контракту умереть именно от коронавируса. Не все так просто и однозначно. Разные планы могут быть. Может быть, у создателя, что должны быть герои, которые будут зажигать надежды сердца других. И пожертвовать одним героем для создателя несложно. Поэтому это не всегда показатель, кто сколько должен прожить и так далее. А вот какой он след в истории оставляет, вот этот может быть неким критерием возможным. Основное донесение, основное донесение и ко всем зрителям тоже. Все сам себе делает только человек. И больше никак. И больше никто. Ни создатель, ни система, только сам. В мыслях, словах, действиях и поступках. Это основное донесение. 28 лет духовных практик мне дали это заявлять официально. Почему? Потому что, когда образовываешь человека, видишь его все стадии переходные от минуса к плюсу. И когда человек меняется в считанные полгода и уже прекращает вырабатывать энергии войны, у него совершенно другая реальность. У него, в его семье и в его мире. Он с вами согласен. И в развитии этой темы, когда вы говорите, что не все люди готовы. Здесь нужно вспомнить тезис, что ребенок без родителя не вырастет в человека. И ваши слова о том, что вы занимаетесь с кем-то полгода и через полгода, значит, человек показывает определенные результаты. Даже не через полгода, а гораздо раньше, это я уже запас беру. Это говорит о том, что у нас есть предпосылки, позволяющие рассчитывать на то, что возможно провести преобразование по планете на современном уровне технологического и морально-нравственного развития. Конечно. Вы правильно сказали слово «дух». Это очень, прямо, потому что дух будет загрязнен у человека. Смотрим небополитику, дорогие друзья, 9-го Андрея Петровича, если такой знаком китаевед. Там все пропитано духом, небесами, законами космоса, предназначением и так далее. Дело в том, что устройство человека, люди сами не знают, как они устроены. И вот эта возможность 2012 года, раскрытие себя на более высоких уровнях, она дает возможность послушать. Я даже камеру принял, чтобы слушать. Не просто слушать, Светлана Владимировна, а запечатлеть, чтобы это было… Просто когда вы меня перебиваете, я больше не повторюсь. Вот о чем у меня такая особенность. Учимся новому. Учимся новому. Я хотел задать вопрос, Светлана Владимировна. Потому что у зрителей это может возникнуть. И нужно понять, вот то, что вы произносите, вы как философ, мыслитель, ученый, человек, понимаете, что это… Допускаете ли вы формулировку, что это модельное представление? Или вы будете утверждать, что это истина? Нет, я истину не буду утверждать. Знаете, почему? Только потому, что человек устроен многоуровнево. У него стадия развития духовности проходит очень много уровней. Поэтому у каждого представления истины свое у человека. Но если бы у меня не было результатов с людьми, вы бы сказали, вы голословный, Светлана Владимировна. Дело в том, что когда защищаешь кандидатскую, там собираешь отзывы людей. Причем не написано роботом Машей, а написано живыми людьми. И я практик, подождите, я практик. Кто не верит, спросите у моих последователей. Кто не верит, приходите, я вам докажу это. Я именно даю сейчас, вернее, даже не я, а мы, даю сейчас удочку, ту удочку, спасительная удочка для человека, готова на такое развитие. Массовое развитие этой эволюции такой высокой, как вам сказать, не предусмотрено. Потому что люди с трудом берут, знаете как, то, что им не изведано. Но дело в том, что до 12-го года я основное донесение, то, что люди развивались через страдания. А сегодня я доношу то, что великий переход люди к самому себе не пройдут через страдания. И вот здесь вот ловушка для человека. И здесь очень много в новых законах образовывается. Это законы внутреннего мира, своего совершенствования. Никак не законы массовые. Поэтому система, система, она работает для своих. Законы внутреннего мира, они где-то прописаны? Конечно. Они на сайте, по пунктам там. Нет, ну на сайте я выложу, у меня достаточно книг, где есть это. То есть изучить надо 10 книг. Почему? Я спрашиваю, можно открыть какую-то страницу, и там закона написано? Ну, есть уголовный кодекс. Мы когда говорим о законе, когда гаишник останавливает, он тебе свой закон говорит. Ну, и в своей области. Вы упомянули нечто. Конечно. Давайте я вам эти законы вышлю, и вы дадите своим зрителям. Дело в том, что вы мне не предупредили, что будет... Нет, нет, я просто спрашиваю, есть ли в публичном пространстве. Вы сказали, я вам вышлю, я так понимаю, что в публичном пространстве... Конечно, они есть, они в электронном виде есть, эти законы. Размещены ли они к публичному доступу? Ну, на Ютубе мы только недавно начали открыть Ютуб. Хорошо. Мы же с вами знакомимся. Я вам, может быть, задаю какие-то вопросы. И там, если выложены сеансы, да, или какие-то, всегда в каких-то фразах можно найти для себя подсказку, да. То есть, смотрите, когда человек, например, открывает информацию, вот сейчас, как реагирует обычный состав людей? Послушайте. Обычные люди. Как я бы сказала, духовно неразвитые. Они открывают, например, им не понравилось лицо человека или еще что-то, да. Они раз и начинают оскорбление писать. Духовно развитые люди всегда все принимают. Чем отличается светлое от темное? Темная эволюция была людей, понимаете, с 12-го года. Сейчас нам дан шанс перейти. Между прочим, все планетарные дела, которые сейчас творятся, да, и в Солнечной системе, подразумевают, что если идет все ближе к источнику, то есть ближе к свету, скажем, это высокие энергии и вибрации, значит, человек должен перестроиться. Это даже школьник понимает, маленький ребенок. Значит, он должен соответствовать. А что в нем изменить? Не прическу, что он поменяет энергетикой, понимаете? Он, наверное, что-то должен войти во внутренний мир и там изменить. А там как раз и низкое отношение с самим собой было по эволюции. И у нас 7,5 миллиардов людей практически на одних вибрациях сидели. Сегодня, когда идет такой серьезный, тем более 21-й год, 12-й, да, у нас было единицы. У нас было единицы, никто не поддерживал нас. То сейчас это совершенно другая картина и другой процент. Изменить свои реальности и отвечать только за себя – основная задача для высокоразвитых людей. Потому что они потом знают внутренне, знают, как действовать. Чтобы не попадать больше в низкие реальности. Вы наверняка в курсе, что в Украине, в Одессе есть университет Науэра. Много там что есть, хорошо? Много есть, да. И когда они начинали лет 15 или 20 тому назад, они посчитали, что им требуется несколько тысяч операторов, которые повлияют на общее бессознательное, и наберут они эту группу людей там за 5 лет или сколько-то. Вот прошло 15 лет, динамика очень маленькая. И, соответственно, не выкатывается тот сценарий, о котором… У них могло в одном пункте быть нарушение, которое вы не знаете или я не знаю. То есть у вас пункты все идеальны? Не идеально одно. То есть я могу предположить, что люди сейчас посмотрят в вашем канале… Подождите, можно я обращусь сейчас к зрителям? Не идеально одно, когда вы сопротивляетесь самому себе. Когда вы потакаете все своим слабым привычкам, какие мысли вы гоняете. Смотрите, любой человек – это источник, во-первых, друг к другу. Как кормят люди, они кормят друг друга, энергетически тоже, между прочим. И такая связка работает по всему миру. Это уже отдельное выступление, чтобы так досконально объяснить. Поскольку вы, как говорится, мы с вами договорились о встрече, но не говорили, что будет репортаж. Вот. Так вот, если вы по своей свободной воле держите свои несовершенства внутри, вы такую же реальность и будете иметь. Это основное донесение. Почему вы считаете, что где-то эталонные людей лучше, чем ваш внутренний мир? Ваш внутренний мир прежний, он состоит из минуса и очень мало из плюса. Не из-за того, что мы были плохие, а потому что у нас было эволюционное развитие именно в горизонтали. То есть у нас восприятие было, мышление, сознание было горизонтальное. А сегодня есть возможность вывести себя на вертикаль. Что такое эволюция? Это процесс развертывания и раскрытия человека перед самим собой, перед своими высшими устройствами. И вот этот ввод человеческой жизни, чтобы себя так раскрыть, да и доступа не было. Он начался только с 2012 года в связи с переходом планеты и Солнечной системы. Иначе не выживет человек. Вот эти события коронавируса, там нехватка этого. И еще будет масса таких же событий. Еще даже в Тарлин-ТВ у меня была программа. Они, я говорю, вы поймите, народ не пугать надо, а рассказать, что делать и дать инструмент, чтобы внутренне человек был готов. Так вот я вам говорю, что делать. Полное освобождение от неотрицательных мыслей, слов, качеств, дел и поступков поможет вам осознать, что на самом деле все просто и легко, и гениально просто. Высокая реальность. Но такое сопротивление, которое человек от привычного оторваться не может, а привычного у него это осуждать, это не принимать, это бояться. А привычные у него постоянно тревоги, неспокойствие, суета. Она же внутри. Мы тоже занимаемся. Итак, дорогие друзья, закончилась батарейка. И мы переехали в другую дислокацию. Я готов продолжать слушать. Светлана Вадимовна, вам слово. Давайте, Ярослав, все-таки еще раз напомните вопрос. Вопрос был про повышение вибрации. Куда нам всем следовать? А вы заинтересовались проектом 500 женщин. Что я в это вкладываю? Нужно попробовать попытаться подводить к этому. Каким образом, через какой механизм. То есть мы поняли, что вы с людьми занимаетесь, они показывают личностный рост. Если человеком не заниматься, то вы сами говорите, что просвещенных достаточно много. Но не так много для какого-то... Более глобального развития. Соответственно, мы должны разработать механизм, каким образом люди будут о нас узнавать. Разработать механизм, в котором люди будут с нами взаимодействовать. И им будет это интересно, полезно, приятно, в игровом формате. И тогда мы сможем нащупать механизмы, через которые... Игровой формат, я сразу говорю, что это не игра. Это очень серьезное развитие. Ярослав, можно вам задать вопрос? А зачем вам это надо самому? Что это? Самому. Что это? А развитие людей. Развитие людей? Да. Объясняю очень просто. Как мы в начале беседы начали, что мы живем в каком-то тепловом контуре, а за пределами этого теплового контура перемещаемся куда-то. Либо мы на ногах ходим, либо на автобусе, на машине, на поезде, самолете. И вот эти средства перемещения в пространстве, они достаточно примитивны. Это устаревшее. Все. На устаревших технологических принципах. Вот у меня по планете существует большое количество знакомых. И я абсолютно искренне понимаю и знаю, что можно создать новые средства перемещения в пространстве, когда ты в любую точку планеты можешь попасть за пять минут. За пять минут. Это подразумевает единое воздушное пространство, единое земельное пространство. Ну, чтобы пересекать вот эти все. Поэтому нам нужно договориться со всеми людьми на планете о новых транспортных коридорах, о перемещениях, ну и, соответственно, и глобальной коммуникации друг с другом. Как иначе? Потому что я-то мыслил из категории позитива, что мы можем ездить друг к другу в гости, помогать друг другу. А кто-то мыслит категориями, что давай наберем камни и высыпем там на соседа. Ну, я утрирую сейчас. Ну, понятно, понятно. То, что ВПК говорит, что я-то говорю, что к знакомому полететь в гости, а кто-то мыслит, о, это новое средство доставки баллистической ракеты. Ну, понятно. Поэтому для меня что? Я понимаю, что от этих процессов могут выиграть все сообщество. И когда вы говорите про повышение вибрации, не могу постоянно что-то перебивать, поэтому вынужден слушать. Я так понимаю, что желание и внутреннее чувство служения другим и быть полезным другим. Вот как раз в этой парадигме с новыми технологиями, с новым транспортом. Да, конечно. Оно все развивается. Это служение другим, каждому свое, во благо всех. Вот такая вот формула. Ну, я приехал вас послушать. Ну, я буду говорить, знаете как, потому что... Можно, может, мы сейчас приедем, если я просто поставлю камеру, нормально запишу. Да, да. Если вы не против. Ну, конечно, да. Давайте. Ничего страшного. Это же у меня формат документального кино. А, ну, вы же обрежете. Значит, смотрите, Ярослав, конечно, каждый человек, он уникальный. Это вот точно я убеждена в этом и буду это говорить. Уникальность его в устройстве человека. Да, благодарю, Максим. А вот человеческой жизни, ты правильно, на правильном пути в плане перемещения. Но отношение к этому просто можно поменять более глобально, чтобы это все свершилось. Вот. Каждый человек, он для чего-то приход на эту землю. И вы это знаете. То есть вопрос о предназначении. Да, естественно. Так вот, если я раньше считала, что миссионные люди, это там старцы или еще что-то такое, миссии какие-то, что я сегодня утверждаю даже, что каждый человек, который берет наше, например, развитие, я могу только за наше развитие отвечать. Вот. Он раскрывает эту уникальность, не ожидая. Понятия человеческой жизни не хватает для того, чтобы себя раскрыть. Вы согласны? То есть тот же энергопотенциал. Вот эти перемещения, вот как раз вы сказали, да, и у меня сразу связались с телепортацией. Потому что это та тема, которую мы, как бы, тоже изучаем. Но сейчас мы не для этого с вами собрались, а для того, чтобы все-таки подсказать людям, что это за новость законной. Я сейчас один пункт там, чтобы поняли. Устройство человек может ощущать только сам. Даже если он возьмет где-то чью-то книгу почитать, он может или согласиться, или не согласиться, да? То есть у него выбор есть. Вот. Задача вот моя, как мастера по развитию совершенствования человека на более высокий уровень осознанности, дать инструмент человеку, удочку, и он уже будет ловить вместе. То есть это процесс эволюционный, очень глобальный. И здесь не только мастер присутствует, и сам человек. Здесь присутствует его высшее устройство, которое он не может открыть. Ну, та же душа, например. Вот. Да, я понимаю, что сначала заболевает душа, а потом тело. Но дело в том, что если за день, при такой скорости переходной стадии на планете, если за день человек не вспоминает о ней ни разу, он от нее далек. То есть его целостность нарушена. Значит, энергообмен нарушен. Наша задача сейчас – дать инструмент, чтобы человеку обучить вырабатывать чистую энергию. Он, кстати, для перемещения – это очень здорово. То, что оно, знаете, как вы уже говорили, я уже это поняла. Это не то, что высокоразвитые люди, это превосходство другими людьми. Ничего подобного. Это, кстати, один из… Ну, можно просто на роде сказать грех, когда человек возносится другими людьми. Понимаете? Вот, у меня механизм, у меня через политику, говорят, ты президентом хочешь стать? Я говорю, избавил бог, мне президентом не надо быть. Это большая карма. Я говорю, просто при отсутствии других кандидатов вынужден быть техническим директором. А вообще мне дайте летающую тарелку и занимайтесь. Летающая тарелка не спасет. Я сразу говорю, что я знаю, как… Это как вершина развития эволюции, общества и процессов. Я говорю о летающей тарелке, чтобы не перечислять вот все остальное. Это как самая вершина, которая… Знаете, здесь мы с вами точно тогда срастемся. Знаете, в чем? В том, что у вас оно более плотное, вот это желание перемещения, а у меня более легкое. То есть обучить человека находиться в таких состояниях, чтобы он мог перемещаться из одного уровня в другой. Эти темы у меня на сеансе есть. Это такие… Это темы, скажем, узконаправленности. Сейчас их нельзя в эфир. Основное донесение, что сегодня нужно принимать решение или идти к просветленности. Что такое просветленность? Это не то, что вы сидите на горе. Нет. Вы просто раскрываете себя на более высоких уровнях и начинаете вырабатывать чистые энергии. Вот это называется просветленность. Если будет энергия смешанная, у человека колебания внутреннего мира будут смешанные. То есть у него вместо, скажем, высокого такого, как ракета, летит, это вертикальное развитие у нас есть такой термин, а то у него будет постоянно с препятствиями, с этим, потому что несовершенство. То есть он не достиг такого раскрытия внутреннего мира в отношениях с самим собой. Посмотрите, что я сказала, в отношениях с самим собой. Он не может вырабатывать эту чистую энергию, поскольку у него смешано и минус, и плюс. До 2012 года считалось, что минус и плюс – это гармония. Сегодня, сегодня, во время перехода, это огромная ошибка. То есть или человек оставляет все как прежде, или он меняет. Вот два. Третьего даже не дано. А знаете почему? Потому что третье подразумевается низкой реальности. Там, где весь вот этот событийный ряд, о котором мы все видим и наблюдаем, да, можно участвовать в нем, а можно наблюдать, не быть участником этого. Почему? Потому что человек так выработал внутреннее состояние, что он может менять реальности с низкой на более высокой. Да, это на грани чуть-чуть фантастики. Но это никак не противоречит тому, что вы хотите сделать по перемещениям человека, скоростным. Оно не противоречит. Но пока в Ваших речах речь идет о духовно-нравственном росте, и отсутствует момент используемых в обществе инструментов, а именно активное участие в общественно-политических процессах. Дело в том, что помните, я Вам рассказывала о проценте сопротивления энергии войны. Это же человек вырабатывает. Так вот я хочу спросить, неужели Вы так хотите все военных действий? Значит, у человека должен... Почему военных действий? Какая связь? А я сейчас объясню. Дело в том, что когда человек отрицает, он уже... Что отрицает? Любое. Все отрицает. Странно как бы. Давайте я сейчас Вас ударю, Вы начнете отрицать. Вы мне не сделаете это, потому что я к Вам хорошо отношусь. Случайности нет, есть закономерность. Подождите. Вот с точки зрения высшей математики, да, есть такой термин закономерности. Так вот, закон имеет мерности. То есть все закономерно. Если человек отдает отрицательное сопротивление, например, в мыслях, словах, действиях и поступках, он это же и получает. По закону эффекта обратной связи. Мы много с Вами говорим о законе вселенных, а нужно немножко тогда просветить наших зрителей, в каких реалиях мы находимся. Философы, Ваши коллеги и правоведы говорят, что нету добра и зла. Есть вопрос договоренности между людьми. Соответственно, в одном обществе одно считается нормальным, а в другом это считается ненормальным. И на сегодняшний день, поскольку мы из копного права ушли, поскольку мы из соборности русской, ведической ушли, а находимся в сегодняшнем время, то в сегодняшнем время находятся механизмы согласования и принятия нашего общественного решения какого-либо. Ну, мы подразумеваем, что в стране находится, допустим, там 100 миллионов, ну, 100% человек. Не может же быть такого, что 1% начинает диктовать волю 99%. Существуют какие-то механизмы, где озвучиваются какие-то идеи, как согласовываться, кто кому делегирует какие права, как происходит принятие тех или иных решений. И вот на сегодняшний день на выборы ходят 40% людей. То есть что получается? 60% людей, они могут иметь внутреннее психологическое выгорание. Эти люди могут не доверять системе и ногами голосуют против. Они не хотят принимать в этом беспределе, в этой несправедливой системе, не хотят принимать в этом участие. Но по факту, по факту, 40% указывают, как должны жить 60%. А те 60%, находясь на пути личностного роста, говорят, мы не хотим принимать участие в политических процессах. Потому что это не миры людей. Вы поймите, в чем переход осложнился, потому что он во внутреннем мире. Раздерельные реальности идут, вы понимаете. Это очень серьезное событие. И поэтому ни политологи с трехмерным мышлением, ни философы, пока не вырастут они, ни наука, пока не подтянется под вот эту высокоразвитость человека, это не может быть повально. Потому что пришли души в плотных телах с разными контрактами. Вы поймите, сама система, она работает для своих. Еще раз говорю. Смотрите, как работает. Пока мы не разобрались, что для своих, в головах у зрителей может быть передоскоп. Сюда можно пододвинуть камеру, чтобы не было опять боком все? Ага, хорошо. Это дело в том, что смотрите. Мы готовы, что надо сделать? Вы о чем-то разговаривали? Да нам без разницы, пиши просто. Там вырежем потом. Ладно, запускайте, а нас пишут. А вот идет запись. Вы нажали старт? Да, нажал. Можно снимать. Итак, дорогие друзья, здравствуйте. Мы находимся в духовном просветительском центре Светланы Владимировны Новой. Беседуем, уже поговорили много о чем. Пришел оператор непосредственно с вашего центра. И мы продолжаем уже запись на две камеры. Светлана Владимировна, как вы чувствуете? Продолжайте, как вам будет удобно. Да, ну, Ярослав, пожалуйста, еще вопрос. Еще вопрос. Мы обсуждали, что в обществе сегодня приняты определенные политические механизмы выработки решений для общества. И тогда, когда в ряде стран существуют навыки у здоровых социальных механизмов, каким образом отстаивать интересы своей общины, своей деревни, своего города, то мы, выходцы из тоталитарного Советского Союза, пусть с хорошими социалистическими заделами, но система была тоталитарная, это надо признать. И мы растеряли навыки для самосинхронизации. У нас нет этого. И нам масса говорят, политика это грязь, мы не хотим заниматься политикой, это грязно. И в итоге малая горстка управляет большим коллективом. А этот коллектив находится в состоянии разрозненности и отсутствия механизмов горизонтально-вертикальных связей. Соответственно, происходит то, что вы называете эволюционными процессами. Да, конечно. Только так. Ну вот предлагаю развивать эту тему. Да. Хорошо. Я послушаю вас, а потом расскажу, что я увидел в 500 женщинах в проекте. Да, пожалуйста. Переход это неизбежный процесс, еще раз повторюсь. И чем он осложнен, это то, что происходит во внутреннем мире. А это тонко там. Это не так плотно. И поэтому человек не может различить, от чего у него такие препятствия, от чего ему так некомфортно, от чего. Дело в том, что сегодня мы столкнулись с тем, что у нас произошла духовная недоразвитость. Мы осознали то, что мы не сможем так быстро, раз, взять и измениться. Потому что мир меняется только в соответствии с внутренним миром отношения с самим собой. Только так меняется мир и реальность людей. То, что переход идет на разделение, это, конечно, одни в одну сторону, другую в другую. Нет лучшего, хуже. Перед создателем мы все, как говорится, равны. Пусть у нас будут создатели или там кто, у кого-то Аллах, у кого-то Бог. Пожалуйста, у всех свое... Бог един. Для всех имена разные, а во всем есть понимание, что Он един. Я уже всегда создатель, это то, что создается. Потому что люди, которые вырабатывают энергию мира, внутренние, они создают, они не разрушают. И чтобы попасть в пазл перехода и не страдать больше. Потому что сколько нужно было 3000 лет, наверное, даже более, человечеству, чтобы все-таки развить способность любить. А способность любить – это животворящая энергия, устройство человека. То есть, если человек любит, значит, у него все хорошо. Помните, утром вышли, все хорошо. То есть, ты любишь себя, мир, сущее. Подождите, я не о той любви, я о масштабной любви. Это форма энергии человека. Что есть масштабная любовь? Я беседую с людьми разных конфессий, слышу о том, что в Греции было 50 имен любви, в Индии было 125 имен любви. Когда вы говорите «любовь», дайте вектор, чтобы понять, о чем вы. Божественно святая любовь в данном случае, да, это та, раскрывается та жизненно важная энергия. Моя же задача – обучить, дать инструмент людям, что делать. Значит, они, те люди, которые приняли решение, это очень важно, я говорю, те, которые приняли решение, это не массовое развитие. Те люди, которые приняли решение вырабатывать чистую энергию и обучиться, да, раскрываемости себя. Именно они знают, что такое божественно святая любовь, они начинают раскрывать способность любить. Так вот, эта вот энергия, она связывает нас с высшими устройствами, понимаете. Она минует душу, потом дух и далее, и далее, и далее. Вот, и именно на этой энергии мы состоим. Так вот, там нет непринятий, там нет сопротивляемости. Это состояние человек обучает себя. Еще раз мы вернулись к этой теме, потому что это на самом деле сегодня панацея от всего. Для тех людей, которые именно хотят поменять низкую реальность на высокую, идти в ногу со временем, с новым временем. Те события, которые происходят в мире, они абсолютно не идентичны. Вот смотрите, самая развитая страна, это Россия, я подтверждаю не из-за того, что я здесь живу, а из-за того, что такое колоссальное количество людей духовных. Но сегодня этого недостаточно. То есть концентрация в России духовных людей – это, естественно, процесс. Почему? Она и великая, это считается. Она и тогда была. Потому что человек, у него другое мировоззрение, другое, ни выше, ни хуже других, а он просто по развитию сюда попал, понимаете, на эту землю российскую. Поэтому процессы здесь можно со всех сторон смотреть, с военной точки зрения, с политической, с философской. Но самый главный процесс вашего изменения, изменения ваших реальностей – это ваш внутренний мир. И вот сегодня люди, кстати, которые 10 лет, я 12 уже, занимаюсь переходом людей, да, то есть человек готовых людей, и это радикально другие люди перед самим собой сначала, перед своими реальностями, перед своими семьями. Очень трудно переключить минус на плюс в человеке. Очень. Когда у человека, знаете, с кровью, с молоком матери передана гордыня или страхи. Когда эго распёрто так, что там уже душа ни царь, ни бог. Ведь дело в том, что душа пришла в тело, а не тело в душу. Устройство человека, ещё раз говорю, это глобально. Это большая раскрываемость. Вот эти перемещения, которые мы сегодня с вами, с одного уровня на другой, это, знаете, дорогого стоит. За это, знаете, жизнь, она показывает совершенно другие её окрасы, только лишь изменив отношения с самим собой. Это чистота внутренняя. Это понимание человеческого достоинства, божественного достоинства. Это уже там у нас тысячи новых чувств. Представляете, образовываются. И 520 собраны, вот там книжечка есть, 520 собраны отрицательных. И представьте, люди для того, чтобы запустить высокоразвитость, нужно отрицательно убрать колебания. Не сидеть на этих низких реальностях, понимаете? Я понимаю. Извините. Допустим, она... Дело в том, что это и есть переход. И это, когда энергии совпадают с переходным временем, такой человек счастлив. Я понимаю, что вы сейчас больше аполитизированы. Я понимаю это. Но дело в том, что народ достоин своего президента. И если эту истину никто не возьмет, значит, что делать? Изменения. Полное изменение внутреннего мира в отношении с самим собой. Это единственное, что может помочь самому себе. Сначала. Без эго. Кстати, могу последнее. Эго остается вот здесь вот. А здесь высокие чувства. И вот этот тонкий переход, чтобы пройти этот тонкий переход, нужно объема энергии колоссально. Вырабатывать, обучиться человеку. Это единственное то, что сегодня вы сможете гармонично вписаться в любой сценарий. И трехмерного мира, и пятимерия. А самое главное, вы пришли не для... Не того, чтобы себя разрушать. Вы пришли все-таки эволюционировать. То есть раскрывать себя и начинать созидать себя. И познавать себя, изучать себя. И иметь этот доступ. Нам разрешение высших было только с 2012 года. Поэтому люди с удовольствием это берут. Дорогие друзья, попробую своими словами, своим языком. Конечно. И, возможно, Светлана Владимировна. Значит, о чем идет речь? Нужно всегда очень простые аналогии применять. Когда мы говорим, вот, любовь менять себя, туда-сюда. То есть что это такое? Ну, мы знаем, что человек есть здоровый, а есть человек болеет. Что сначала болезнь приходит в сознание, а потом она спускается на уровень тела. Абсолютно верно. И что происходит? Вот это вот любить. Что значит любить? Как любить? Вот как это научить? Вот как любить? Что это такое? Обратите в свое внутреннее тело. В нашем организме, в здоровом организме, все процессы гармонизированы. Нету такого, что один глаз борется с другим глазом, или с пяткой, или с пальцем, или еще чем-то. Все клетки понимают, что смысл жизни клетки – это выживание всего организма. Об этом говорил Ацыковский Владимир Акимович. Когда я ему задал вопрос «Смысл клетки», он переводил разговоры с частного на глобальное, на общее, а потом с общего уже ныряя на частное. Соответственно, если клетка забывает о том, что она рождена в красивейшем созвучии с триллионом других иных клеток, то данная клетка выбивается из общего оркестра, выбивается из общего звучания. И что делает дирижер с таким музыкантом, который в ноты-то не попадает? Ну, сначала ему служебное несоответствие, ну, сначала попытаются побеседовать с ним. Направить на курс повышения квалификации. Потом служебное несоответствие, потом предупреждение, ну, а потом и увольнение, и, соответственно, утилизация. Из этого мы можем сделать выводы какие? Что природа нам подсказывает, а каким образом мыслить и к самим себе, и к окружению. Что мы здесь проявлены создателем-творцом. Раз создатель-творец нас здесь всех создал, соответственно, у него какой-то глобальный есть план и замысел. Как минимум мы можем попытаться догадаться, о чем идет речь. И брать пример, конечно, самих себя, с нашего организма. Что если наши клетки с любовью относятся ко всем остальным клеткам, и этот организм показывает пример здоровья, жизнерадостности, духа, то с этого и надо брать пример, дорогие друзья, и развивать это в масштабы всей планеты. Дело в том, что, Ярослав, можно вам сказать… Можно. Любовь, люди воспринимают, на самом деле, как отношение между мужчиной и женщиной. А на самом деле мы говорим о высокой энергии, на которой устроен человек. Поэтому мы ее называем Божественная Святая Любовь. Дело в том, что любая клетка, любая клетка, она имеет, вернее, организм имеет флору. То есть отрицательное отношение с самим собой будет разрушать и клетку, и все остальное. Она будет задыхаться, то есть будет разрушаться, саморазрушаться, саморегенерация включается клетки, той же клетки, и информация, когда у человека идет положительная энергия, то есть плюс, высокая энергия, я ее считаю. Вот, тогда и клетка образовывается новая, и флора, то есть внутренний организм человека, и информация будет чистая, и все. Такой человек абсолютно здоров. Так вот, сегодня мир разделился не только на политических, религиозных, философских, и на здоровых, и больных. Мир сегодня разделился на духовно неразвитых и духовных людей просто. Понимаете? Потому что переход, это подразумевает уход от прежнего на новое. А сознание, вещь такая хрупкая, понимаете? И оно первое попадает под удар. Вот о чем разговор. Поэтому некоторые поступки там людей, политик, флит, мы не можем отвечать за весь мир. Если вы хотите сохранить сегодня себя, прежде всего, для мира же, того же, вы должны быть созидателем. То есть научиться у создателя, у своего создателя внутри, наблюдать, менять реальности с минуса на плюс, вырабатывать чистую энергию. Я же говорю, это ключи, вырабатывать чистую энергию, и у вас будет не только здоровье на уровне физики, да, вы будете становиться более мощным человеком. То есть ваше любое желание будет исполняться. Вот это работа новых реальностей. И, кстати, нас и подводит само время, оно просто, знаете как, непонятно для многих, потому что человек не может понять себя. Почему он вдруг раз и тревожится. Почему он, а это симптоматика. Вибрационная несовместимость, кстати, новое заболевание сегодня между людьми. И как пройти сквозь вот это, да, чтобы не поранить себя прежде всего, чтобы не обрушить себя. Потому что человеческой жизни, обычной человеческой жизни, не хватает на такое раскрытие. Я уже почитала это. Все показатели есть на сайтах, на этих сеансах. У нас сеансы 12 лет, по пятницам, не переставая. Представьте, идет как подпитка людей, как на платформе держишь людей для того, чтобы, и самого себя прежде всего, для того, чтобы не упасть. Это уже психотерапия. Нет, это не психотерапия, вообще даже близко нет. Мои люди свободные, потому что они свободные. И я всегда предупреждаю, не делайте никаких кумирств. Все, я такая же, как и вы. Я просто пораньше это все открою. А психотерапия, какое же кумирство? Это мы с вами беседуем, ну мы записываем беседу, конечно же. Но в принципе социальное взаимодействие это и есть коллективная психотерапия. Ну пусть будет так, я чуть-чуть, термины другие уже, да. Я чуть-чуть, знаете, перешла на другие термины, потому что часто люди не принимают. И я адаптирована уже к этим непринятиям. Там есть объяснение. Вот. Это просто мы опережаем лет так на сто, и то и более. Но у нас по-другому здесь, мы прежде всего все равно задумались о своей эволюции, о своем развитии. И если каждый человек будет именно думать о своей ответственности, и для чего он пришел сюда, ему не то, что безразличный мир, ничего подобного. Между прочим, я очень люблю страну, где я живу. Мир, людей принимаю, такие, какие они есть. Потому что я их оправдала, научилась оправдывать только за счет того, что я исследовала философию внутреннего мира и устройства человека дальше. Не только загрязненные вот эти высказывания, да, мысли и слова. Ведь внутренний мир – это тонкий мир. И многие люди даже не знают, что можно всего лишь поменять там все. Вот то, что вы сейчас, Ярослав, озвучили, да. Всего лишь поменять там, и все реальности другие. И вот все созвучно, должно идти шаг в новый мир. Это ответственный очень момент в жизни каждого человека. Но дело в том, что сейчас многие идут на обвал, наоборот, на духовный обвал. Не из-за того, что они плохие, а из-за того, что они находились в стадии эволюции низкой. То есть это для них привычный мир, низкий мир. Это их мир, понимаете. Те люди, которые мужественно развиваются, знаете, выдергивают себя просто от привычек мыслить, говорить негативно о себе и о людях, да. То есть там потом вообще безмыслие. Там столько стадий переходных, огромное количество. Мы же говорим о том, что мы пришли сюда для чего-то. Но никак не участвовать в баррикадах или в основном. Ваши реальности вам очень будут симпатичны, потому что там ситуационные ряды полностью меняются. В моей реальности политика – это не баррикада. Знаете, если бы она была вам не баррикада, мы бы этого вопроса вообще не разговаривали бы. Еще раз, на сегодняшний день вы пользуетесь рублями Российской Федерации. Документ у вас – стандарты Российской Федерации, права у вас Российской Федерации и так далее. И механизмы принятия решений в обществе существует тот, который сейчас есть. Если процент духовно развитых людей мал, мы не можем рассчитывать на то, что этот малый процент телепатическим образом повлияет на большинство. И большинство, минуя используемые инструменты, добьется согласованного решения в обществе. И плюс нам еще нужно, чтобы мы не только внутри общества пришли к согласию, а чтобы и в формате международного планетарного взаимодействия мы были поняты, услышаны, поддержаны и так далее. Вы уже близки к той истине, к которой мы работали. Только инструмент чуть-чуть не тот. Но мы не перед камерой поговорим. Инструмент я пока до вас не донес. Нет, а зачем ее так доносить? Можно уже, как вы сказали, телепатически все посмотреть. И это уровни очень интересное взаимодействие. Значит, смотрите, что я еще хотела донести до наших зрителей. Решение по-любому все за вами. Или оставить все как прежде, или все-таки начать изменить. Дело в том, что когда первые переходные стадии, они самые больные. Там плачет эго, там, понимаете, у человека. Представьте, там такое начинается у человека, что он, если не копать это, то его жизнь будет у человека прежняя. А если все-таки копнуть и начать глубоко-глубоко убирать эту информацию с тонких строений, потому что болит-то информация о человеке. А человек же имеет свободный выбор, понимаете. И нельзя взять его и нарушить. Если бы многие видели, как относятся высшие к нам, они никогда не нарушают закон свободной воли. Они просто наблюдают. И когда человек в стенании начинает просить о помощи, да, они только тогда могут. А зачем нам сейчас доводить себя опять до тех страданий, которые каждый из нас пережил? Потому что было трехмерное горизонтальное восприятие, понимаете. А сейчас надо вывести себя на вертикаль. Это другой объем сознания. Он переходит, кстати, от сознания, потом в сверхсознание. Это другие мировоззрения. Это другое. Но вы не меняете те миры, потому что они пришли для своей эволюции, для своих контрактов. Вы меняете прежде всего только себя. И несете за это большую ответственность. Как человек нагромождает себя ответственностью? Знаете как? Это как взять какую-нибудь семью, смотрите. Мужчины, между прочим, ну не все, но большинство и часть скидывают ответственность на женщину. И она потом, например, имеет троих детей, да, она потом просто под ней обрушивается. Каким способом? Это касается и мира в целом. Каким способом она обрушивается? Она говорит, дорогой, пойдем туда или я хочу купить то. Она говорит, да, сама дорогая. Как ты посчитаешь, дорогая? Вроде это как культурное общение друг с другом. Нет. Это как раз та ответственность, которая человек ломается. Так вот, если человек не видит, куда он идет, это касается и духовности, это касается и политики, это касается... Он набирает на себя ответственность. Если он начинает осуждать и не принимать, он уже набирает на себя ответственность. И вот под этим гнетом человек ломается. У него иссякают жизненные силы. Понимаете? Он ломается. И вот почему люди страдают. Потому что развитие эволюционное раньше было. Ну знаете как? Когда хоронишь человека, да, и там вроде как раскаянь, принять решение каких-то. Хочется изменений. Вот такие чувства люди, когда близких хоронят, испытываются. Почему я не дал самое лучшее этому человеку, да? Не знаю, по-разному. Вы сейчас рассказываете одну модель. Нет, это основная масса. Еще раз. Устрадающих людей. Смотрите, мы же социологические исследования точно натурные не проводили. Давайте возьмем крайность. Есть ваша картина мира. Кто-то в таких ситуациях ведет себя вот так вот. А кто-то в других моделях. Но мы, зрители, должны понимать, что одновременно существуют разные реальности в разных головах. Дело в том, что горизонтальное восприятие, оно практически у нас до 2012 года было одинаковым. Подождите, почти одинаковым. И сценарий жизни от своего несовершенства у нас был одинаковый. Может быть, Россия 140 миллионов, СССР 300 миллионов, а на планете 7 миллиардов. И есть разные страны, есть разные устройства. Менталитеты, конечно. Есть разные менталитеты, есть разные религиозные установки, ну и так далее. Конечно. Поэтому это огромное многообразие. Да, но мы про ответственность, да. Значит, вы описали, что в случае, когда... Это когда человек страдает. Когда человека близкого провожают, многие испытывают озарение, что оказывается, при жизни, когда человек был, он не уделял ему должного внимания. А вот когда человек ушел, он вдруг осознал, сколько он потерял, и начинается стенание страдания. Самая большая боль, серьезная боль в человеке – это душевная. Ни одна боль физическая так не болит, как болит душа у человека. Когда настолько некомфортно. Ведь сейчас разговор идет о том, что... Почему духовная недоразвитость – это новый термин, это не оскорбление людей. А то, что они отстают от скорости нового времени, отстают в своем внутреннем мире. Вот я хочу что-то нести. И именно панацея от всех страданий, препятствий, от всех недовольств, от всего, от сопротивления, от энергии борьбы. Именно во внутреннем мире. И когда, смотрите, во внешности мы можем вылизать себя как угодно, вымыть всю посуду. У нас будет идеальная чистота в домах, да, в своих. Но во внутреннем мире у нас грязно. Это по эволюции, не из-за того, что это плохо. Это по эволюции было так. И сейчас огромная возможность и старт вот этой воскоразвитости у людей для того, чтобы поменять реальности. Кто это умеет делать? Раз, одним щелчком поменять реальность. С низкой на высокой. Это огромная подготовка людей. Вот я о чем. О подготовке людей. Они духовно не подготовлены к этим событиям. Коронавирус – это ладно. Земля идет сейчас очень огромной скоростью. Вибрационно растет. Вот представьте, у нее энергии очень высокие. Подождите, сейчас секундочку. Будут включаться процессы радиации. Ну, к примеру, я, кстати, связала здесь коронавирус был. Вот в повязках, когда человек ходит, да, радиации в повязку не оденешь. И там много разных будут процессов. А человек не подготовлен. Он должен, значит, что с собой сделать? Раскрыть свои сверхвозможности. Успеть за эту человеческую жизнь. Почему? Потому что его прямая задача любого человека на Земле – не уйти раньше времени с планеты, а раскрыть себя эволюционно. Да за этим пришла душа, поверьте. Я уже со стороны души сейчас иду. За этим она пришла. Для каждого человека. Для каждого. И поэтому мы все разные, естественно. Мы с разным мировоззрением. Но у нас должно что-то объединять. Так вот, энергии борьбы, они разъединяют людей. А энергии любви, они соединяют людей. Значит, объединять на что может? Энергия любви и мира. Ну, энергии любви, ну… Хорошо, возьмем, давайте так. Когда вы источаете… Философски вы абсолютно правильно. Так это на практике. Эти фразы отвечают, я помню, Медведева или кого-то, Путина, там, в чем смысл жизни? Любовь. Ответил любовь, и все. Все наткнулись. О, какой мудрый ответ. О, все замечающе. А можно вот ту книжечку? Можно ту книжечку? Вот беленькая книжечка. Ну, я, ну, микрофон…